Привет! Давайте сделаем акварельную открытку! Сначала делаем акварельную заливку из голубых, синих и зеленых оттенков, разбавляя пятна водой. Добавляем насыщенные яркие точки краской. После высыхания карандашом намечаем надпись «С 23 февраля». Цифры рисуем большими. А ниже намечаем треугольные горы, как символ покорения новых вершин. Теперь давайте обведем надписи «Горы» белым акриловым маркером. Контур цифр можно сделать потолще. В горах выделяем верхушки и добавляем штрихи и кружочки для интересной текстуры. Вокруг рисуем звездочки с лучиками. А в цифры можно добавить такие точки. Наша акварельная открытка готова! Выкладывайте ваши работы в инстаграм и отмечайте Лил Скул. Давай сделаем открытку для папы. Цветную бумагу складываем пополам и карандашом крупными буквами намечаем надпись. Теперь из разной цветной бумаги можно нарезать полосочки или с помощью дырокола сделать много-много кружочков. Таким образом мы сделаем яркую посыпку для букв. Надпись смазываем клеем-карандашом и приклеиваем к кружочке или полоске. Теперь вырезаем надпись по контуру. Сбоку можно подчеркнуть буквы черным маркером или линером и внутри написать пожелание или что-то приятное. Отлично! Открытка для папы готова! Сейчас мы сделаем объемную открытку. На голубом листе бумаги рисую волнистую линию и разрезаю лист ножницами. Складываю пополам. Теперь на белой бумаге рисую контур маяка. Он расширяется к низу и имеет треугольную крышу. Рядом намечаю детали лодки. Корпус похож на половину капли, прямоугольная мачта и паруса. И давайте вырезать ножницами. А еще на белой бумаге можно нарисовать и вырезать волны разных форм и размеров. Теперь объединим части открытки. Приклеиваю маяк на заднюю половинку и ниже добавляю волны. И на переднюю часть тоже. Склеиваю детали парусной лодки и прикрепляю ее к открытке. А теперь с помощью маркеров добавим немного цвета. Черным выделяю крышу и окошки на маяке. И намечаю полосочки на лодке. Желтым маркером можно нарисовать узоры на парусах. Наша открытка готова. Сейчас мы сделаем яркие открытки. Складываем лист красной бумаги пополам и отложим в сторону. На цветной бумаге рисуем такие лучики разных размеров. И вырезаем их ножницами. Для звезд можно использовать разную цветную бумагу с рисунками. Их тоже вырезаем. Теперь разложим их внутри открытки и будем приклеивать с помощью клей-карандаша. И прикрепляем звезды. Из оранжевой бумаги вырезаем прямоугольник и делаем скребленные края. Переклеиваем. Основание лучиков закроем красной полоской и тоже приклеим ее. Внутри можно добавить надпись. А вокруг можно добавить разные звездочки. Внутри лучиков дорисовываем маркером штрихи. Ура! Наша открытка готова! Давайте сделаем открытку на 23 февраля. Складываем плотную белую бумагу пополам и рисуем большую звезду. Теперь протыкаем бумагу ножницами и вырезаем звезду по контуру. Берем зеленый маркер и обводим звезду вокруг. Намечаем на фоне веточки с листьями. Пространство фона можно еще заполнить салатовыми и желтыми кружочками. Внутри можно сделать поздравительную надпись голубым и зеленым маркером. А еще давайте добавим разноцветные волнистые и ровные штрихи. Теперь я беру полосочку скотча и приклеиваю к ней дождик. Приклеиваем дождик наизнанку обложки. Наша открытка готова! Делитесь своими работами и отмечайте Лилл Скул!